всем привет дорогие друзья всем привет дорогие соучастники напоминаю вам сразу в начале видео о том что у нас происходит розыгрыш на канале да и мы разыгрываем живые деньги и вы являетесь теперь прямыми соучастниками этого розыгрыша оставляйте свои комментарии делитесь данным видео дневниками трейдера делитесь со своими друзьями может кто-то сможет найти себя в этой профессии до трейдера вот так что не стесняйтесь ничем плохим мы здесь не занимаемся матюками не матюкаемся так что эти видео можно даже смотреть детям вот так что рекомендуйте друзьям может кто-то сможет стать трейдером и зарабатывать неплохие деньги ну что ж друзья короткое такое вступление до еще до напомню что в розыгрыше будет принимать участие сумма сумма годовая нашего канала и у нас еще полгода остается для того чтобы эта сумма выросла сумма может вырасти только с количеством просмотров поэтому я вас прошу делиться со своими друзьями чем больше вы поделитесь тем больше мы сможем набрать просмотров да и тем больше сумма будет заработка годовая канала и мы поделим ее между пятью участниками рандомно до которые оставят комментарии под всеми видео вот и это будет первое место 40 процентов второе третье место по 20 процентов и третье и четвертое и пятое место разделить по 10 процентов от нашего годового заработка так что друзья старайтесь делитесь с друзьями чтобы наши видео набрали как можно больше как можно больше заработал канал ну что ж друзья приступим приступим к вечерней торговли до стратегии адреналин как я ее назвал потому что вчера я натерпелся очень сильно адреналина да для этой стратегии друзья нам надо отобрать нам надо отобрать валютные пары из наших мажоров которые за день ходили ходили хотя бы 200 250 пунктов как мы видим ена у нас ходила 450 это многовато конечно это конечно многовато и сейчас у нее что-то такое творится давайте посмотрим австралиец очень сильно сегодня сходил тысячу пунктов да вот что у нас здесь по канадцу канадец тоже сходил очень сильно за уровень вот и сейчас у него тоже после новости был такой откат но сейчас кстати стабилизируется у него его его поведение фунт 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 вот фунт меня интересует вот фунт у нас более или менее держится в каком-то канале до фунт мы оставляем друзья до франк франк конечно сегодня а франк тоже смотрите 400 всего лишь ходил тоже в принципе подойдет евро доллар евро доллар сегодня у нас ходил много так что оставляем на сегодня оставляем только фунт и франк до 500 и 400 под вечер они сейчас немножко утихомирятся друзья вот так что я думаю что двух инструментов нам будет достаточно на сегодня для для торговли хотел я конечно еще енку посмотреть но думаю что что обойдемся мы и двумя инструментами переходим на минутный график вот как мы видим был недавно сигнальчик даже у нас по фунту да вот сейчас может возникнуть сигнал у нас по франку до близимся к пробою близимся к пробою боллинджера на импульсе будем входить правило все все те же которые были у нас вчера да ничего не поменялось что это за линия это наверное серединка от иара или верх от иара или низ от ар нет срединка на короче не важно нам эти линии сейчас не играют никакой роли нам играет роль только чтобы наша валютная пара на 10 пунктов пробивала линию боллинджера вот как здесь да мы видим было пробитие хорошее потом цена на 10 пунктов вниз сходила и на 20 пунктов вверх потом сходила все ждем друзья не буду растягивать буду ставить на паузу уже буду включаться тогда когда будет что-то интересное а кстати зафиксируем зафиксируем нашу прибыль до 990 зафиксировали то что у нас было и все друзья пока что ставлю на паузу ждем каких-то каких-то пробоев и так друзья вошел в рынок фунт фунтик у нас побежал в нашу сторону так немножко мне здесь неудобно так вроде разворачивается обратно давайте будем готовить наш скрипт на закрытие всех ордеров да как только будем в плюсе сразу же закроем то есть грубо говоря что мы такое торгуем друзья мы торгуем ложный пробой ложный пробой линии боллинджера то есть когда идет резкий импульс мы торгуем момент до после резкого импульса момент возврата обратно во внутрь боллинджера да вот и все что мы торгуем если же рынок идет если же рынок идет против нас да мы просто каждых 20 пунктов просто каждых 20 пунктов переоткрываемся в ту же сторону да только с удвоенным лотом вот и все все можно закрывать позиции две позиции у нас в плюсе плюс 4 доллара как вы видите 194 все ждем следующего входа здесь не было входа только пять пунктов все ждем следующего входа друзья сейчас я немножко вот так вот чтобы не закрывать это окошко каждый раз принципе можно можно вообще вот так вот сделать чтобы было максимально удобно все друзья готово первый трейд мы получили да это такой так называемый скальпинг да то есть мы ждем какого-то определенного момента какого-то импульса за грани за грани нашего коридора в котором идет наша цена да почему потому что вероятность того что после этого импульса будет откат в обратную сторону ну ну практически там 80 процентов да импульс может продолжаться да и нам приходится увеличивать количество лотов но обычно на вечернем рынке импульс в одну сторону 100 пунктов да это 5 5 заходов против движения да это максимально ну я не знаю это что должно случиться с рынком чтобы чтобы в вечернее время там в 20.00 да он пошел там больше 100 пунктов вот против нас да вот вчера мы такое видели 5 позиций или 6 мы даже открыли до 6 позиций да где мы в ноль отработали там с небольшим минусиком потому что не было скрипта который закрывает все позиции одновременно да и получается мы бы там и заработали только если бы уже я бы до того времени подготовил скрипт но как бы все равно то есть прошло 120 пунктов против нас и потом был резкий откат обратно буквально там на 20 пунктов то есть что мы делаем мы берем после вот смотрите полное это движение у нас происходит отсюда да то есть смотрите что происходило вот вам 100 пунктов сейчас да цена прошла в моменте трех минут какова вероятность того что после такого резкого импульса она вернется на 50 процентов да откуда она стартанула велика очень потому что рынок у нас так и двигается до вверх вниз вверх вниз куда-то идет более направленное движение вниз допустим да но потом все равно идут откаты вверх вот мы эти откаты ловим а эти откаты они обычно случаются после того когда когда цена выскакивает за за грани своего поведения то есть вот было у нее какое-то поведение до внутри линии боллинджера цена ходила ходила а потом клоц-клоц и выскочила вот вам паранормальное поведение а потом ведет в обратную сторону цену вот и все так мы ждем получается таких таких проходов а если цена идет нормально мы видим до обратно возвращается вот то почему нет почему не забрать чуть побольше допустим да не закрыться повыше я подождал смотрю два доллара мы уже в прибыли смотрю цена вроде как медленно но еще двигается в нашу сторону дал еще там три-четыре тика сделать в нашу сторону и закрыл с двойной прибылью да так у нас по стратегии мы должны закрываться с прибылью в один в плюс один доллар да мы закрылись прибылью в плюс 4 доллара почему бы и нет вот если цена отлично быстренько бежит вверх все друзья не буду растягивать видео до 10 минут буду вам показывать теперь только самое интересное чтобы видосики получались хорошие конструктивные да и вот и чтобы было сам сам сок саму выжимку потому что много моей лирики хотя вы пишите в комментариях если вам нравится видео вот такого разговорного жанра да где я объясняю каждое движение каждое каждое свое действие то вы напишите пожалуйста в комментариях тогда я буду делать большие видео там часовые да вот если не нравится если вы хотите покороче только выжимку сделок тоже пишите в комментарии выжимка и я буду даже не так давайте сделаем я в комментариях напишу свой комментарий и напишу выжимка или или напишу выжимка или полное видео делать да и вы проголосуете лайком дизлайком под этим комментарием что дизлайк это за выжимку вернее лайк это за выжимку дизлайк это за полное видео вот мы моим моим комментарием проголосуйте пожалуйста этот пока что будет как выжимка итак друзья еще одна сделочка в плюс закрылся с доллар 93 до не стал дождаться 7 центов вот потому что как бы мы уже подошли к срединке нашего канала в срединке канала мы должны закрываться вот поэтому закрылся с минимальной прибылью закрылся с прибылью в 1 доллар вот добавил я кстати еще канадец вроде он утих под конец дня да вот блин уже и поэтому и по фунту тоже пропустили сигнальчик но в принципе ничего страшного мы здесь отработали очень даже хорошо отработали а вот пошел пошел до пробил срединку канала но ничего страшного мы в принципе тут и должны были закрываться без как говорится без 7 центов ничего страшного вот еще одна сделочка в плюс ждем следующего пробития итак друзья еще один ордер очек у нас открывается сейчас быстренько выставлю блин еще бы что-то придумать автоматизировать как-то вот это выставление фейкового стоп-лосса до на 20 пунктов было бы было бы очень хорошо да чтобы вот это вручную не делать все друзья еще зашел уже по франку да по франку зашел ждем смотрим ожидаем для вас это пару секунд для меня это целая вечность друзья потому что адреналин зашкаливает итак друзья еще один тейк профит берем маленький как говорится да удаленький 2.29 забираем в нашу копилочку еще баксик все ждем следующего пробития кстати может быть сейчас по фунту опять по канадцу был или не был нет не хватило несколько пунктов чуть раньше был да да ну чуть раньше мы были во франке ладно ставлю на паузу ждем пробития друзья так друзья еще одна сделочка пробочка на 10 пунктиков у нас все следим для вас это секунды для меня это целая вечность друзья итак друзья вот она ваша секундочка берем мы take profit плюсуемся все ждем следующей сделочки сегодня у нас такой плодотворный вечер за час мы уже заработали больше 7 долларов друзья кстати друзья был вопрос по вчерашней вечерней торговли почему я выбираю именно те моменты когда идет у нас резкий импульс и когда у нас бар пробивает да или свеча или бива или бар пробивает у нас на 10 именно пунктов линию боллинджера почему я выбираю этот момент они вот такой допустим как сейчас да когда у нас там пять пунктиков потому что когда аккуратненько вот так вот пробивает видите вот это ползти может бесконечно вниз бесконечно от боя маленькими барами обычно вот так вот она может ползти ползти 20 и 40 пунктов зачем нам в эти моменты заходить до когда она ползет маленькими барами по стеночке по линии боллинджера да то есть нам нужен хороший импульс вот мы сейчас здесь находимся допустим потом резко бах цена пролетела там 20 пунктов вниз 10 пунктов до линии рейбой даже больше смотрите вот здесь сейчас 30 пунктов да и сейчас бах сюда 30 пунктов пролетела и на 10 вылетела вероятность того что цена вернется очень велика вот и все а когда вот так вот маленькими барами ползет и такие небольшие прокольчики делает там по 3-4 пункта это нам не интересно нам интересен сильный импульс потому что после сильного импульса друзья обязательно должен быть потом обратный обратный эффект да то есть если вот цена сейчас отсюда даст нам сильный импульс сюда это 83 пункта и еще на 10 пунктов выскочит сюда потом вероятность того что она вернется на 30 пунктов обратно очень велика потому что в общей сложно сложности она прошла 93 93 пункта да и 30 процентов ей откатить будет очень легко вот и вся закономерность друзья мы я я данной модели торговой вечерней до торгую именно закономерность откатную закономерность цены потому что после какого-то импульса цена идет здесь какие-то что такое вообще у нас рынок и рынок это и на чем формируется движение цены движение цены это на какие-то ордера да ордера непосредственно исполняемые да вот как я захожу в рынок непосредственно до исполняю ордер или лимитные заявки то есть заранее выставленный ордер который ждет подхода цены вот и что такое импульс импульс это тогда когда цена на своем пути встречает несколько несколько отложенных заявок да и плюс люди еще и подключаются в этот в эту сторону им нравится допустим до трейдером что цена пошла в ихнюю сторону еще плюс они заходят да и цена получает хороший импульс да но мы не забываем о том что по ходу цены и встречаются и обратные заявки так вот я жду того момента того момента когда на пути цены встретиться несколько там встречных заявок и за счет этих нескольких встречных заявок цена откатится вот и все друзья вот и вся закономерность как бы этой торговой модели да по линиям боллингера то есть мы торгуем вот этот маленький канал чик после резкого импульса потому что после резкого импульса обычно такой же и происходит резкий откат там на 30-40 процентов изначального импульса то есть если сейчас у нас вот ширина канала 50 пунктов допустим по канад сюда а импульс будет 60 вероятность того что цена откатится в нашу сторону 20-30 пунктов очень велика поэтому это так и происходит в принципе иногда да цена начинает встречать в свою сторону еще больше заявок да чем встречных заявок и тогда она пролетает немножко больше нам приходится открывать несколько попутных встречных заявок но опять же особо особо это нас не напрягает баланс нам позволяет это делать вот и это обычно там движение в районе там 80 пунктов да то есть еще более обезопасить себя можно не торговать допустим если вот у нас цена сейчас ближе допустим возле этой линии боллингера да не торговать в эту сторону то есть если сейчас пробой пойдет в эту сторону да мы не торгуем а торгуем только от проводить про противоположности да то есть если цена пройдет в эту сторону вот и на 10 пунктов пробьет в сторону тогда вероятность того что она вернется до еще больше то есть потому что проход в эту сторону на составит 90 там там 100 пунктов да и вероятность того что она вернется там на 40 процентов вниз тоже очень велика вот а у нас с тем временем по франку вроде как подходит цена каналу вот видите вот вроде бы тоже до было пробитие да но она не была таким резким импульсным ну и обратно цена тоже вот как мы видим вот она мельтешит мельтешит не сильно хочет обратно возвращаться вот тоже смотрите да 3 пункта и всего лишь 15 пунктов здесь бы мы бы сейчас не взяли take profit не взяли потому что нас take profit 20 пунктов и уже откатились то же место идеи входили поэтому надо ждать резкого импульса хорошего сочного такого как как танкисты до world of танк говорят есть пробитие вот когда есть пробитие друзья тогда мы можем ходить и торговать потому что вероятность отката очень высока ставлю на паузу ждем ждем нового пробития друзья итак друзья еще одна сделочка у нас нарисовалась кстати она уже и сразу у нас ползет в нашу сторону промеряем 20-30 пунктов это многовато чуть-чуть подвинем хотя друзья в принципе тут до серединки канала цена смело может дойти можно было и 30 оставить вот 26 оставим опять для вас для вас это одна секунда для меня это целая вечность сижу жду боюсь сейчас пока цена идет я себе выставлю сразу на всякий случай снизу линию стопа да от которой открывать буду следующий ордер итак друзья еще у нас одна прибыльная сделочка 490 мы на ней зарабатываем и уже наша история потихонечку растет растет до 190 мы начали 1250 вот еще одна прибыльная сделочка так удаляем ненужные нам линии видите закрылся я прям перед самым разворотиком ну вот и все друзья о красивый пробой красивый пробой блин чуть-чуть не успел я на этот пробой друзья но сейчас посмотрю если цена опять заползет сюда буду входить буду ходить сейчас посмотрим друзья пока что ставлю на паузу но нет цена уже пошла во внутрь канала вряд ли она уже вернется вот смотрите друзья о чем я и говорил буквально там 10 минут назад да смотрите в общей сложности цена у нас прошла почти 60 пунктов да и с такой же легкостью она и на 35 пунктов обратно вернулась вот и все вот и вся закономерность да если это идет от противоположного конца этот катик он будет вот как мы здесь видим да вот от противоположного конца здесь был пробой красивый на 10 пунктов мы открылись вот сейчас смотрите что происходит у нас у нас здесь нету 4 пункта до 46 вернулись обратно нам надо 10 нам надо 10 нам надо чтоб цена дошла сюда вот такой сижу жду пока цена дойдет и все и открываюсь если цена идет против нас удваиваясь еще против нас 20 пунктов еще удваиваясь и все потом в определенный момент цена разворачивается общее общая прибыль дает нам прибыль вот и все ладно ставлю на паузу не буду вас морить ожиданием буду вам только самые сливки показывать итак друзья еще у нас одна сделочка открывается пробили мы такие вернулись мы сюда доставим 20 пунктиков для для повторения 20 пунктов для повторения вот и выставляем take profit take profit если цена пойдет в нашу сторону 20 пунктов только надо точно 20 выставлять иначе мы будем недозарабатывать вот сюда немножко подвинем все ждем друзья ждем для вас это опять секунда для меня это целая вечность друзья вот друзья и take profit и подкатили причем что как вы видите вспышечка такая пух на 40 пунктов я аж вскочил я уже такой расселся себе уже по сплыл по стулу тут хлоп такой буквально там за секунды 3 и улетела цена 20 профита причем как и первый так и второй вот залетел нам в take profit дам отлично при прилетела нам еще еще сколько здесь получается 67 нормально минус комиссия 3 доллара и того 44 доллара еще залетела друзья я себе сижу смотрю бой ломаченко в принципе у нас еще часик еще часик торговли есть да здесь не было прокола вот здесь у нас был да ну все равно не было а а вот здесь у нас был сто процентов не не было уже друзья диапазоны диапазоны сужаются да вот смотрите у нас сейчас пробой идет в эту сторону если сейчас такие дотянет то придется еще раз заходить до дотянула заходим друзья заходим 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 на sell все поставлю пока что на паузу друзья включусь уже когда включусь когда уже что-то будет ясно кстати с чем может быть связан такой да резкий импульс хлопок все-таки на часах уже 22.00 да и просто-напросто трейдеры могут выходить из сделок внутри дневные трейдеры да вот покидают покидают сделки да и вот вам резкий хлопок на 60 пунктов хотя ближайших тут я не знаю 32 минуты до 30 короче ближайших 30 минут была полная тишина цена там плюс 10-15 пунктов вверх-вниз ходила вот насколько долго растянулась эта позиция да вот просто по выходили из сделок да кто-то резко продал да и цена подскочила то есть то выходили из из канадца какие-то трейдеры но небольшие потому что вну прямо глобального скачка цены не было в районе 60 пунктов друзья сидим в обратную сторону пока что ставлю на паузу вот и включусь уже когда будет что-то ясно вот а вот и прорывчик в другую сторону да будет нет не дошло до take profit ставлю все-таки на паузу итак друзья еще один take profit в принципе очень даже удачно как в одну видите это стратегия ей не важно куда сейчас идет цена ей не важно это у вас там идет она вверх или вниз нам главное то есть чем проще стратегия тем легче на ней зарабатывать деньги друзья чем проще стратегии тем легче на ней зарабатывать деньги потому что все что нам надо это нам нужен быстрый быстрый пробой уровня да то есть на 10 пунктов за выход боллинджера все стандартные настройки боллинджера и погнали быстрый выстрел обратно откатик быстрый выстрел обратно откатик все друзья вот все просто ладно включаясь я включаюсь я дальше смотреть следить за графиками в принципе цена тут поползла в серединку тут тоже нет тут у нас не было входа и тут тоже похоже не было до 7 пункта всем не было хотя как вы видите тоже цена достаточно неплохо побежала ну там свои трейдеры выходили из сделок тут свои трейдеры выходили из сделок немножко зашевелили рынок да вот все сидим наблюдаем в принципе в принципе еще полтора часа до пол двенадцатого можно торговать так друзья еще у нас один трейдер открылся только он пока что ползет против нас поэтому выставим мы ему выставим мы ему обязательно обратную сторону так мы оставлю на паузу чтобы вас не мучить включу уже когда все закончится как всегда ну особо долго не заставила себя ждать вот этой профит как вы видите если происходит вспышечка куда-то в какую-то сторону потом обратно затолкать ее в канал очень легко цене вот и все друзья сейчас уже козявки мои ложатся спать поэтому сейчас дальше без музыки так как вчера полутоном будем заканчивать торговый вечер ну что ж друзья в принципе на сегодня поторговали неплохо не буду вас мучить принципе так получасовое видео у нас получилось да вот поэтому я еще немножко поторгую часик да вот и завтра уже вам покажу результат вы не забывайте подписываться на канал не забывайте ставить лайки и писать комментарии все во всем покедова не забывайте о том что у нас идет акция всего пока пока до завтра